За 12 лет со дня утверждения Дня студенчества из высших учебных заведений успели выпуститься как минимум три поколения студентов. Кто-то все четыре года корпел над учебниками, другие, как говорится, балду гоняли. Не так давно корреспондент телекомпании ОТРАР Ксения Поленица сама была студенткой, постигала азы учительского дела. Девушка мечтала обучать малышей начальным знанием, но судьба привела ее в журналистику. Сейчас Ксения с удовольствием вспоминает свои студенческие годы. Студенческие годы были одними из самых лучших лет в моей жизни. Много было интересного, много было веселого, были свои трудности, конечно. Образование и границ науки легко не дается. Но все равно это такой момент после школы, когда ты вольный сам себе хозяин. А вот в наше время было по-другому. Привычная фраза, которую мы часто слышим из уст старшего поколения. Их студенческие годы действительно кардинально отличаются от жизни нынешних студентов. То есть осень помозглая, ужасная такая. И мы приезжаем в Калининскую область, в Парлетарский район, в колхоз Мухина, в деревню Мухина. Понятно, да, вот это ощущение. Мы южные. Это был, наверное, самый такой яркий момент, помимо учебы, конечно. И несколько лет картошки осенью и клубники весной – это потрясающе. Воспоминания о времени, проведенном в высших учебных заведениях, у каждого разные. Одни помнят клуб веселых и находчивых, другие – как тяжело давалась учеба. Когда говорят, что студенты от сессии до сессии живут очень весело, это на самом деле так. Жизнь кипит между сессиями, которые не всегда связаны с учебой, с зубрежкой и со всяким прочим. Это студенческие весны, это различные КВН, это различные акции. Самый запоминающийся момент моей студенческой жизни – это было, знаешь, как бах, взрыв мозга. Это вообще вот я никогда не забуду, если даже мне будет 80 лет, я забуду именно внуков, детей, но я это никогда не забуду. Самый запоминающийся момент студенческой жизни – это было мое отчисление. К слову, если раньше были только очная и заочная форма обучения, сегодня существует и дистанционная. Своему делу студенты-дистанционники обучаются электронно, поэтому начинать учиться никогда не поздно. К слову, когда диплом магистра по медицине вручали самому пожилому студенту планеты, ему исполнилось 97 лет. Очно, заочно или, как я, дистанционно. Гранит науки можно грызть по-разному, причем в любом возрасте. Конечно, чтобы в полной мере ощутить себя студентом, нужно сидеть на парах или общаться с однокурсниками, поэтому, признаться честно, я немного завидую студентам-очникам. Чтобы развеять это чувство своей студенческой неполноценности, можно почаще находиться рядом с университетами. Вот так вот присесть на лавочку и ощутить себя частью большой студенческой жизни.